всем привет на улице уже давно заморозки и гололед и мы в автоброкере решили протестировать незамерзающую жидкость от разных самых популярных производителей и разной ценовой категории сейчас про каждую из них я вам расскажу начнем мы с самого дорогого варианта это незамерзающая жидкость была приобретена на автозаправке shell за 450 рублей здесь всего лишь 4 литра и многие сейчас около мониторов ахнули переходим мы к варианту чуть подешевле который был куплен на автозаправке роснефть за 420 рублей тоже 4 литра дальше мы переходим к варианту который не фирменный но реализуется через автозаправки газпром нефть этот вариант у нас самый маленький по объему 3 литра и стоит 300 рублей в очередной раз сейчас все у мониторов ахнули есть у нас абсолютно не соответствующий требованием по нашему мнению вот такой вот образец который был куплен на обочине за 100 рублей 5 литров за 100 рублей самый выгодный вариант и самый термоядерный по цвету на этикетке самого дешевого варианта у нас написано минус 30 градусов а на всех остальных как вы могли заметить минус 20 несколько продавцов нас уверяли то что рабочая температура вот у этой самой дешевой жидкости не менее минус 20 градусов а эта надпись в минус 30 градусов на этикетке не более чем маркетинг прямо сейчас редакция автоброкера мы проверим все эти незамерзающие жидкости по нескольким параметрам первое это запах и второе это естественно соответствует ли заявленная температура на этикетках реальным параметрам все наши незамерзающие жидкости мы разлили по таким баночкам и поместили в морозильную камеру обычного бытового холодильника с температурой минус 20 градусов на 12 часов кроме этого мы дали понюхать все эти образцы нескольким людям по истечении 12 часов образцы номер 34 сохранили свое рабочее состояние но образец номер 4 при температуре как раз минус 20 градусов начал кристаллизоваться и как мы помним у него же заявленная рабочая температура минус 30 градусов и мы решили именно для этого образца еще понизить температуру при тестировании в редакции автоброкера мнения разделились образец номер 4 мы выделили как самую приятно пахнущую незамерзающую жидкость образцы 1 и 2 имеют самые нейтральные запахи и на наш взгляд образец номер 3 имеет самый резкий запах и вернемся к повторной заморозке четвертого образца который не должен замерзать при минус 30 градусов его рабочее состояние потеряно по результатам наших испытаний только один образец а это номер 3 с достоинством их прошел все остальные три образца а это 75 процентов незамерзающих жидкостей не соответствует заявленным требованиям мы напишем запросы в компании производители этих замерзаек и попросим прокомментировать эту ситуацию так что это еще не конец да и несколько слов про метанол которого кстати в наших незамерзающих жидкостях не заявлено метанол спокойно используется в этой сфере в европе а у нас в россии по распоряжению главного санитарного врача а нищенко в 2000 году метанол был запрещен но это произошло не из-за того что метанол наносит какой-то вред водителям а из-за того что некоторые несознательные люди его попросту пьют